Тут у меня есть один каналчик, один из тысячи, ну, надеюсь, чем-то он особен. Можешь зайти и заценить, если понравится, подписаться. Я буду только рад. Кроме летсплеев, у меня также есть стримы регулярные, играем, проходим разные игрушки, атмосферно, позитивно. Иногда, конечно, помпим, не без этого. Но в целом стараюсь дарить только положительные эмоции. Если понравится, ссылка будет в описании. Буду рад видеть. Приходи. Добрый вечер, дамы и господа. Сегодня у нас 13 марта. Сейчас у нас половина седьмого вечера. Я плавно перешел с одного тура на другой. Дело в том, что я сегодня приехал только со Швейцарии после обеда в три часа. Надо было мне утром, завтра утром, или ночью, в два часа опять выезжать на Францию, в сторону Парижа. Тут у меня еще с этой смены время осталось. И как раз трейлер уже был готов. Я решил все-таки сегодня еще поехать. Я заехал домой. Дома еще два с половиной часа побыл. Сделал себе свои дела. Естественно, подушился все это. И выехал я сейчас на Францию. Не думал я сегодня снимать, потому что сейчас всю дорогу дождик шел. Сейчас вот немножко дождь перестал. Думаю, не надо немножко такой этот анонс сделать этого тура. Я еще пока не знаю. Ну, в общем, три клиента у меня вокруг Парижа. Три разгрузки. В общем, в планах у меня сейчас поехать. Ехать сейчас часиков до половины десятого, до десяти вечера. Переночевать. И завтра утром, ну, в зависимости, сколько там это, во сколько я встану, сделать девять часов паузу коротенькую и поехать уже дальше. Доброе утро, дамы и господа. Доброе утро, дамы и господа. Выспался. Все хорошо, отлично. Время сейчас семь часов, еду. Сделал девять часов паузу. Еду сейчас и удивляюсь. Надо было немножко пораньше включиться. Хотел это, заснять. Какая дорога испорченная. Я на прошлой неделе не ездил. И за две недели дорога так испортилась. То, что был снег, дождь. Дождь с морозом был. И это как дорога попортилась здесь. Это оплатная дорога. Всегда, когда едешь к новому клиенту, Покиньте автомагистраль. Затем выезжайте на автомагистраль. По незнакомой дороге немножко всегда такое волнение. Волнение того, что не сразу найдешь, потеряешь время. Или еще какие-нибудь неожиданности. Сейчас, например, почему-то показывается центр этого города. Через который мы будем проезжать. Но я надеюсь, мы не будем по нему через этот центр ехать. Солнце выходит очень хорошо. Приятно. Но как бы ни было, будем делать свои дела. А там уже жизнь покажет. Это может быть и самое интересное в нашей работе, когда не знаешь, что будет через два часа, где ты будешь находиться. Ну и не только это хорошее в нашей работе. В нашей работе много всего хорошего. Тяжелая работа, очень много. Время занимает, отнимает. Но все равно работа интересная. Так, время прибытия около 8 часов, мне показывает навигационный. Сейчас, по всей видимости, позже приеду. Ох. Не знаю, видно вам нет, насколько длинная пробка. Немножко приближу. Вот так. Ладно, в принципе. Нет, ладно, бог с ним. Халло, Анна. Я говорю. Тагес модус. Вексель к тагес, фарба будет durchgeführt. То есть я и сказал, на дневной. На дневной модус переключиться. Работает? Такая небольшая реклама. Том-том. Профессионал. Том-том Профессионал 620. В апреле будет год, как я сейчас на этой работе, на новой работе работаю. Мне нравится. Я не разочаровался. Мне нравится тема дальнобоя. Мне нравится дальнобой. Мне нравится фирма, в которой я работаю. Хорошо. Здесь очень такие, знаете, на наши фирмы. Фирма у нас очень маленькая. У нас народу мало. И у нас такое, знаете, как... Ну, не как на больших фирмах. Где там люди друг друга не знают. А у нас такое, как бы, немножко... Свойское такое, как бы, маленькая фамилия такое отношение. Знаете? Очень хорошо. Ну, щимутся французы вообще. Торопится на работу. Сейчас вот рядышком стоит. Он прямо этот не может. Прямо он... Знаете? Он мне там уже тут подпирал. Я уже бодаться с ним не буду. Но его нафиг. С этими французами они тоже бывают такие психованные. Француз тоже такие темпераментные очень. Когда с ними разговариваешь, вежливые все, почтительные, все хорошо. Но вот когда ездят на машинах, тогда они это... Очень быстро ездят они. Любят быстро ездить. Не знаю, с чем это связано. То ли из-за темперамента, то ли из-за того, что здесь постоянно пробки. Они вечно опаздывают. Но ездят они быстро. Столько, столько клиентов, столько разгрузок. У меня уже было здесь вокруг Парижа. Что всех и не упомнишь. Знаете, как бывает? Был на одной какой-нибудь фирме. Не запоминаешь. Если особенно там еще приезжаешь, сразу разгружаешься без проблем. без всяких этих и едешь дальше, она тогда как-то не запоминается. Не забываются те, на которых у тебя какой-то там стресс или какие-то проблемы, при разгрузке. Те фирмы запоминаются. Так, почем у них бензин? 95-й по ойро 48, да? Так, дизель ойро 50. О, дорого очень, слушай. Газ. Газ 79 центов. Интересно. Надо будет... Надо будет скриншот сделать с него. А что за тема вообще? А что за тема интересная? Вон на воротах Орел. Что-то строят там. А, кстати говоря, я сейчас это... Так, вот это... Прямо, да? Окей. Кстати говоря, я сейчас, к сожалению, не успел заснять. Ехал автовоз. Автовоз. Автотранспорт. И за рулем сидела женщина. Она была полностью загружена машинами. Французская машина, автовоз. И женщина за рулем. Класс. Саляти. А почему нет? Респект. Всегда респект женщинам, которые ездят на грузовиках. Молодцы. Вы прибыли в местном значении. Так, что это все-таки здесь? Да. Да. Это здесь. Окей, хорошо. Так, ехать. О. Так, ладно, ребят, все. Там еще камера стоит. Стол на парк. О. Куда он назад создает? А, он хочет это тоже на парковку стать. А этот не врубился. Интересно, как он его не видел. Ладно, ребят, я пойду отмечаться. Час 20 минут. Я простоял, прождал. Там у них, оказывается, для Lebensmittel, для продуктов только две рампы. И там очень долго стояли машины, разгружались. Я не знаю, почему так долго, без понятия. Вот там, ребят, в углу курит эта охранница. Охранник. Который там принимает, который бумаги проверяет. Не успел ее заснять, пока она сюда лицом стояла. Ну, такая-то милая девушка, вообще, очень вежливая. Все хорошо это объясняет. Руками, ногами. Как можно только. Не ожидал я, что тут три часа придется мне. Что я тут потеряю. Ребят, ламбарьки я-то до сих пор еще не повесил. Ну, скоро повешаю уже. Ну, хотя бы разгрузили. Разгрузили. Ладно, все, боксим. Все было нормально, все палеты целые. Бумаги подписали, пустые палеты поменяли. Все. Уже одно хорошо. Время сейчас уже, хотя, один часов, начало двенадцатого. Поверните налево. Ну, разгрузили. Сейчас на вторую разгрузку я поеду. Я там уже один раз был. И там, к сожалению, тоже очень долго. По крайней мере, те разы, которые я там был, там было всегда очень долго. Я ждал. Самолеты тут разлетались. Тут аэропорт. Недалеко. Вот, так видно, да? И там еще один. Здесь один. Многим понравился такой формат. Формат панели. Ну, не знаю. Мне тоже так больше нравится. Потому что всю дорогу тогда видно. У нас, в принципе, какая цель? Снимать дорогу. Показывать, что снаружи грузовика. Внутри грузовика мы уже все видели. Знаем, что такое Вольво, как она выглядит снутри. А вот снаружи, так, чтобы ничего не мешало, мне вот так вот больше нравится. Ну, будем чередовать, ребят. Будем чередовать спальник, панель. Может быть, еще как-нибудь. Так, ребят, немножко подержу в руках. Сейчас вот только что вот гиртека проехала. Ну, и, почему-то российские номера. Может ли кто-нибудь объяснить? Я специально обрежу не подъезжаю, чтобы номер не видно было. Просто хочу сказать, что регион 67-й. Это, ребят, 67-й регион. Это откуда? Это какой регион России? Я, конечно, могу сейчас и в гугле сдать, но как-то это не до этого сейчас. Что, напишите мне в комментариях, что ездит разве гиртека с российскими номерами? Да отсюда навигацион довел, а дальше я уже сам знаю, потому что я тут уже бывал. Знаю немножко проехаться по этому, по промышленной зоне. Куда ты собрался? Время 12 часов. Что же, с работы уходим? Все, что ли? Я имею в виду девушку эту. А, да, кстати говоря, у них сейчас, наверное, обед сейчас. Обеденный перерыв. Фига тут ямки. Что-то, господа французы, вообще тут ремонтировать не хотят дорогу. Ауч, ауч. Ова, ааа. Ова. Нет, чтобы не гоняли, да? Чтобы поменьше не ездили. А, вот там же шесть. Все, попадало. Так, ладно, ребят, все, я приехал. Пойду отмечаться. Все, ребятки. Мне тоже заняло чуть больше часа. Все, это здесь разгрузка. Я понадеялся, что все быстро разгрузят. Я зашел, на меня практически сразу бумаги взяла. Сказала, куда подъехать. Ну, подъехал, и все, и все. Пока добрались до меня, пока очередь дошла, пока разгрузили. Потом еще, наверное, полчаса. Ну, по ощущению, наверное, полчаса еще прошло, пока бумаги сделали. Очень много. Теперь мне ехать до третий разгрузки 200 километров. Если точнее, 196. Я без понятия, скольки они там работают. Но чувствую, что уже пахнет проблемами. Ладно, деваться некуда, делать нечего. Буду ехать. Жарко очень так стало, аж непривычно. Сильно тепло. На солнце сейчас плюс 16 градусов. Сегодня, ребят, 14 марта. В общем, так, ребят, сейчас немножко проедусь, потом позвоню. Джанин, через 100 метров развернитесь на кольцевой развязке. Первый съезд. Да, предупрежу диспетчера, диспетчер, что могу опоздать. Развернитесь на кольцевой развязке. Первый съезд. Время прибытия 16.20. Если не до пяти часов работает хорошо. Если до четырех, тогда будем там где-то ночевать. Вариантов больше не имею. Еще какой-то городок. Я почти доехал до места. Сейчас тут немножко по этим. По Бунде еще немножко придется ехать. Слушай, какой тут симпатичный городок у них. Через 800 метров развернитесь на кольцевой развязке. Третий съезд. У них тут все новое. Из-за как этот город правильно называется. Блюис, я успел прочитать. Здесь я еще не был. Это недалеко от Орлеанс. Едем сейчас напротив солнца, поэтому сейчас немножко солнце ослепляет, затеняет немножко видео. Слушай, здесь как это. Здесь как будто все новое. Здесь наверное все недавно построили. И дорога, и кольца, и дома. Блюис, вон написано. А здесь вот, пожалуйста, мусор, блядь. Бамс. Предупреждает. Фотоаппарат. Навигацион пропликал. Слышали, да? В общем, я позвонил Джанин, диспонентше. Она сказала, что все нормально, езжай. Она договорилась. Меня там будут ждать. Это замечательно. Это для меня очень хорошо. То есть я смогу тогда разгрузиться, и потом уже поехать в сторону загрузки. Там еще километров 200. Хера себе они ездят. Далее, держитесь лево. В общем, да, по СОУ, да, моей загрузки будет 240 километров. Надо будет еще проехать. Но я хочу проехать так, чтобы там заночевать, и завтра утром уже загрузиться. Слушай, ну здесь хорошо вообще. Здесь река большая. Я даже не знаю, что это за река такая. Я одну такую реку знаю. Сено. Но это может быть какой-то канал. Или это озеро. Слушай, ну там старинные постройки, старый мост. О, блин, красота. Слушай, я в Атамаду вдалеке стоят очень много этих кемпингов. Дома на колесах. Слушай, классно здесь. Так, сейчас надо посмотреть, как это называется. Смотри. И загуглить, посмотреть. Балин, тут у меня ложка звенит в кружке. Блойс. Ребят, посмотрите этот на гугле. Блойс. Блойс, как он? Блойс, наверное. Блойс. 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 Субтитры подогнал «Симон»